Особое внимание к контролю за самоизоляцией заболевших ковидом жителей, проходящих лечение амбулаторно. Эта работа проводится районными администрациями, часто при участии полиции. Управляющие микрорайонами звонят заболевшим по телефону и совершают ежедневный поквартирный обход для подтверждения соблюдения домашнего режима. Сегодня мониторинг прошел в Железнодорожном районе. Добрый день. Евгений, управляющий микрорайоном администрации Железнодорожного района. Как ваше самочувствие? Неприятно, хорошо. Режим самоизоляции соблюдайте, из дома не выходите? Да. Сейчас в Железнодорожном районе находится под наблюдением 862 жителя. Из них с подтвержденным диагнозом ковид-19, который лечится дома, 104 человека. Остальные находились в контакте с инфицированными. По словам управляющих микрорайона, люди стали сознательнее, соблюдают все меры предосторожности. Именно обход и общение в домофон, то есть это более эффективный контроль, чем нежели по телефону. Всех предупреждаем, что режим самоизоляции ни в коем случае нарушать нельзя, потому что тем самым они подвергают опасности близких своих соседей и вообще окружения. К тем, кто не соблюдает самоизоляцию, применяются меры административного воздействия. Штрафы от 15 до 40 тысяч рублей. За прошлый год в железнодорожном районе было собрано и направлено в полицию 30 материалов. С начала 2022-го ни одного случая нарушений не зафиксировано. В связи с появлением нового штамма «Омикрон» не стоит забывать и о профилактических мерах, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Михаил Ермоленко, Мэр Елчан, Василий Колдашов. События.